ОСАГО. На сцену приглашается пир-ту-пир страхование. Это вы? Аплодисменты, ребята! Еще не у всех. Сейчас это уже норма. Уже у всех. Все нормально. Год прошел. Это очень быстро. Значит, у нас наш проект в категории децентрализованных систем и страхования. Собственно, идея проекта то, про что говорили коллеги с форсайта, про распределенное страхование и смарт-контракты. Идея — это децентрализованная система страхования, в которой страхование, то есть распределение рисков, происходит без участия страховой компании. Работаем в следующем образом. Сначала вы подключаетесь к группе людей, которые хотят разделить между собой определенный риск. Указываете ваши параметры. Затем формируется общий страховой фонд на базе сети Ethereum и в виде фундового контракта, который сам управляет страховыми выплатами. И, в виде, если происходит какой-то страховой случай выплаты, тогда вам помещается ущерб из вот этой общей сети, которую выплаты вносит этот вопрос. стандартный стандартный стакт для веб-приложения, которые мы использовали. И самое интересное — это бумный контракт, который, в общем, и управляет процессом выплаты, процессом контроля создает децентрализованную систему. Значит, главная идея в том, что люди, те, кто на страху собственного имущества и здоровья, они экономят до 20% по счету на бумажке за счет того, что из этой системы смущается страховая компания, которая берет собственную маржу, там платит зарплаты и там занимается всякой корректной деятельности. Сейчас мы покажем, как это работает. Ну да, так будет проверенная статус яснее. То есть, как уже было сказано, мы написали сайт и смарт-контракт, который взаимодействует через вот эту информацию. Соответственно, первое, что вы видите, это регистрация. Ну, нам требуется вести некоторые данные для того, чтобы войти в эту систему. Тут самые простые поля это имя, пароль, номер, телефон, множество подтверждения личности. И, наконец, некоторые параметры человеки, на основе которых будут выбираться, какой взнос будет платить. Ну, мы не проводили механический анализ, но в целом тут можно сделать что-то более серьезное. И, наконец, номер кошелька эсерум, с которого будет списываться, соответственно, взнос на контракт. Затем можно зарегистрироваться и мы попадаем на экран, где мы видим активные непогашенные заявления. Что это значит? Как было сказано, как только кто-то из пользователей нашей системы заявляет о том, что с ним произошел страховой случай, этот случай надо как-то подтвердить. Для этого у нас разработана следующая система. При помощи смарт-контракта человек загружает ссылку на документ, который подтверждает произошедший с ним с ним случай, и все остальные участники этой системы могут посмотреть этот документ, проверить, как-то, на взгляд, либо вабидность и, соответственно, либо подтвердить, либо, наоборот, заявить о мошенничестве. Кроме того, мы мотивируем наших пользователей заниматься этим делом тем, что обещаем более дешевые взносы за страхование тем, кто валидирует большинство чужих контрактов. И, наконец, крупная кнопка «Сообщить о страховом случае», где можно рассказать о том, что произошло именно с вами, почему страхование «Сообщить». Тут же можно приложить документ, нажать «Сообщить». Ну, и самое главное, в чем идея, это что все происходит децентрализованно. Каждый клип по кнопке отправляется на серый контракт. И сейчас мы, собственно, выбрали два действия. Именно зарегистрировали пользователей и сообщили о страховом случае. И сейчас можно зайти на систему «Эфорскан». Вот это адрес нашего контракта. Можно увидеть, что появились транзакции, которые как раз на контракт валидируют все эти данные. То есть вот можно даже нажать «Посмотреть», что там происходит. Соответственно, эта транзакция как раз прикладывает зашифрованную ссылку. Тут мне очень на самом деле понятно, но тем в том, что это также наш букет имеет расшифровывать и возвращать готовые данные. И, соответственно, все это отменяет возможность маншенничества, так как все фиксировано в список всего того, что происходило на шляховой. Он зафиксирован на контракте. Также любой участник системы может посмотреть открытый код контракта, чтобы удостовериться в том, что все работает честно именно так мы об этом рассказываем. Спасибо. Аплодисменты, ребята! И еще один вопрос. У меня денег нет. Сервис начал зарабатывать. И, ну, как рассказывали коллеги, те централизованные коммуниторизации, они как раз и исключают коммерческую составляющую и сервис. То есть эта система крутится в сети, и у нее нет владельца. Соответственно, деньги она не зарабатывает, потому что она никому из денег не может отдать. Это не коммерческая история. Это те централизованность. То есть нет никакой организации, которая... Можно добавлю. Все-таки там есть заработок, если его запрограммировать. Разумеется. Комиссии, проценты, все что угодно. Заработок есть. Для инвесторов это хорошая тема. Пример реального дау. Это можно будет обсудить в Куарах. Прошу вас. Да, поэтому в Куарах. Система как раз в том, что вход, который написан на контракте, может быть любого уровня сложности. Соответственно, при необходимости туда можно заложить все функции подшета по всем требуемым параметрам и сама система в состоянии будет подсчитывать все эти размеры конкретных цифр и все прочее. Просто понятно, что за один день мы не могли успеть внести весь этот функционал, но специально это все возможно. Прошу вас. Вопрос. Вы показали, что в ван-тронтракте можно увидеть все транзакции и все приложенные документы и так далее. Понятно, что валидация всего происходящего и скоринг может быть автоматически. Валидация нет. Потому что возможно Big Data позволит весь этот массив данных свести и реально сказать, что это строковый случай был, а этот нет. В этот документ, который приложен, он валилинг, а вот этот нет. Вопрос. Вот сейчас на данном этапе развития системы этого нет. А сервис в ближайшие 3-7 лет на них появится. Очевидно, они будут очень дорогими. Вот здесь предполагается, что вот эта валидация каким-то другим сервисом будет решаться, потому что сам коротцовским не получится, скорее всего. Мы же для этого специальные компетенции нужны. Для того, чтобы в этих документах все разобраться, учитывая, что это еще на разных языках все может быть, вообще в разных юрисдикциях, и тут, в общем, человек самысел. там, смотрите, у нас было меньше, не знаю, 15 часов, чтобы все это сделать, как мы делали 15 часов, я не знаю. Идея, как это должно работать, существует такая концепция ОРАКУ. То есть неких независимых органов, которые как раз осуществляют валидацию данных, которые используют умные контракты. То есть как бы мы могли сделать фототип, у нас не хватило, к сожалению, времени, но да, абсолютно вы правы. То есть я как застраховавший свое здоровье реагирую к имени компетенции воперации на счета, которые вставляет клиника. И это аналог, кому очень неудачно. И другие держатели в локус, они тоже неспорбинально связать это с некой организацией, которая компетенцирует и владеет, и которым все участники сети доверяют, например, государству или средств кровотворения. Спасибо. Еще раз аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.